Дамы и господа, всем привет и добро пожаловать на канал Ксения Тельвитера и в стиль жизни. Как вы видите, у меня здесь небольшая гора пустых баночек. И первое, что я вам хочу показать... Тихо, не убегать. То, что я выбрасываю с огромным удовольствием, и я надеюсь, никогда больше не вернусь использовать. Но вещь неплохая, это вот такой вот Велокалистон для спрей, для корней, для коррекции цвета. Я почему-то думала, что когда я буду в процессе отращивания собственного цвета, я буду часто им пользоваться. Но вы знаете, я им чаще пользовалась, когда я красила постоянно волосы, и у меня волосы растут очень быстро. Я красила волосы каждые две недели, и между этим я еще пользовалась спреем, чтобы это не было так явно... Хотя и цвет был, не такая была разница, но для меня это было очень важно. Я думала, что пока я буду отращивать свой цвет, я буду много им каждый день спрей, что-то маскировать, и ни разу не воспользовалась им. Вот, хорошая вещь, если вы в теме, если вам надо что-то маскировать, как-то или корректировать что-то цвет. Замечательно, у меня был Red Brown. Это то, что... Так он называется, короче говоря. Вот. Хорошая половина осталась выбрасывать, потому что больше он мне не нужен, у меня и цвет другой, и все другое. В общем, я больше не хочу заниматься этими вещами. Далее. Мои любимые ватные диски. Я думаю, все их знают. Я, в общем-то, пользуюсь любыми... Я не ощущаю на лице что-то мягче и жестче, там что-то еще. Нет. Они все мне достаточно... Ну, это все чувства, небольшую разницу, она мне не важна, скажем так. Эти просто не разваливаются, они слишком толстые, они слишком тонкие. Они удобны для меня в использовании. Лучше ли они остальных чуть лучше? Как бы, насколько это существенно? Ну, да, типа, поприятнее. Поэтому, когда их нет, я беру что-то другое, но всегда предпочитаю взять именно этих. Дальше, серовая гель, пенка-гель для очищения кожи лица у меня, для нормальной, до жирной кожи. Очень люблю, утром им умывалась. Я, вот эта вещь, еще одна, которую я никогда не буду больше, наверное, покупать, скорее всего. Я вижу, это не рационально, это вот эти дорогие умывалки, типа, я не знаю, Lancome, Misty Lauder, какую хотите, называйте. Я не вижу в этом для себя никакого смысла, потому что, на мой взгляд, в этих всех вещах самое главное просто-напросто баланс очищающих средств, которые будут вам очищать и не пересушивать кожу. Поэтому, если мне это хорошо, кому-то может быть плохо, потому что у каждого своя кожа, вы должны найти просто свой баланс. Баланс косметику я этим не смываю, я этим умываюсь утром. Она у меня такая стоит одна в душе, и одна всегда стоит возле раковины, если что. До свидания. Дальше, вот эти два продукта можно было бы поженить, и вышел бы замечательный продукт. Это тоже такая умывалка, ей я даже смываю макияж. Я использую вот такую умывалку, и потом, знаете, это микрофайбер перчатка для удаления макияжа, я на нее и вот лицо. Я не люблю вот эти всякие для удаления макияжа продукты, они меня просто сводят с ума. Потом их надо смывать, я люблю что-то такое, чтобы зашел в душ. Намылился и хорошенько все это отмыл, я даже не очень люблю потом протирать лицо тоником, просто не люблю этот процесс, но протираю тоже самым простым, потом про тоники отдельно. Значит, это от Себокальм, очень хороший продукт, очень хорошо смывает макияж, вообще мне хорошо мою жирную кожу очищает, не пересушивает, потому что до скрипа не надо. Дайте, надо, чтобы и макияж удалился, не вращаясь под риски, и кожа не стала слишком сухой. Ну, во-первых, мне кажется, у Себокальм завышена цена, у меня здесь миниатюрка, что-то 50, здесь это где-то было в каком-то наборе. Во-вторых, оставьте цену, это дико неудобно. Я не понимаю в приступе какого безумия делаются вот эти упаковки, которые надо вот здесь вот открывать, когда ты стоишь где-то в ванной, или в общем у тебя мокрые руки, потому что когда ты умываешься или моешься, у тебя мокрые руки, ты не моешься каким-то сухим методом без того, что ты намочился, и надо вот это отдирать. Ломается лак, ногти, можно зубами, я иногда пытаюсь каким-то другим предметом это сделать. Положить так, открытое можно, но потом, когда уже половина, оно надолго его... Короче, так оно начинает вытекать, поэтому я не знаю, зачем я буду покупать продукт в неудобной упаковке, который, на мой взгляд, дороговато стоит, потому что, по сути, это просто все те же самые, что у нас здесь, содиум лаванцойфат и все остальное, что мы видим в любом другом продукте. Вот здесь то же самое, нет, здесь вода первая, вода, глицерин, содиум лаванцойфат. Ну, короче, они все похожи, просто надо подбирать то, что нам более для нашей кожи подходит. Вот если бы они поженились между собой, было бы замечательно вот это вылить в эту упаковку, было бы гениально. Этот немножечко, кстати, такой же, какой-то жидковатый, какой-то непонятный, вроде как бы не очень дорогой, это что у нас, гранье, гель, виноградный гель для очищения лица, ну, такой вот, мыло для лица. Он неплохо и макияж удаляет, я один раз просто мой, второй раз наношу на вот этот вот микрофайбер тряпочку эту, которая перчатка, варежка, как хотите ее называйте, и удаляется все, и я потом тоником прохожу, уже нет ничего, все чисто, ну, как бы он, когда жидковатый, какой-то непонятный, ничего особенного, но удобная упаковка, поэтому поженить их будет замечательно. Тоник для лица, еще одна вещь, которую тоже вот этот, что это у нас, тоже гарне, с алоэ, что могу сказать, это еще один продукт, который я поняла, что я не буду покупать дорогой, потому что его цель убрать остатки воды, что-то там немножечко как-то где-то исчезнуть навсегда, главное, чтобы он не делал хуже, не раздражал, чтобы там не было спирта или чего-то такого. Я, знаете, когда-то вот эта система от клиник, она, в общем, неплохая, но там, знаете, в чем подводный камень? Там, во-первых, тоники в очищающем, в этом их есть спирт, во-вторых, он очень агрессивный, как они говорят, ой, там седло немножечко, это нормально, это в первое время это дает вам очень хороший результат. Кожа очищается, мертвые клетки все уходят, вот это все великолепно, но потом, знаете, что делает кожа, когда ты постоянно пытаешься ее переочистить? Она начинает интенсивнее наращивать слой. Вот это то, что, на мой взгляд, и для меня было с вот этим вот от клиника, вот эта их трехступенчатая система. Я очень люблю вот этот вот, из нее этот, как он называется, увлажняющий этот гель-крем, у меня их два, умывалка там тоже хорошая, но, извините, тоник, он термоядерный, и я не считаю, что кожу надо пилинговать, извините, хоть когда-то. Я человек, который относится к пилингам, отрицательно. Я не считаю, что кожу надо дравить, я считаю, что все, что нужно, отвалится само, потому что мы и так моем, и вот эти все сульфаты, которыми мы моемся, они более чем достаточны, чтобы очистить нашу кожу, и не надо с нее сдирать и делать минус один слой. Мое личное мнение, не надо со мной соглашаться, это то, как я живу и функционирую, да, у каждого свое. Давайте дальше, это The Body Shop из Event Calendar, гель для душа, у них очень-очень странные иногда бывают ароматы, они странные, но они мне все нравятся, очень неплохой гель для душа у нас, у нас их купить невозможно, я, ну, тут еще их не выковырить из этих баночек до конца. Это тоже, что у нас здесь был, у нас этот розовый грейпфрут, а здесь у нас был миндаль и мед, миндальное молоко и мед. И, да, есть на Amazon магазин, они посылают, магазин The Body Shop, они посылают в Израиль, но покупать надо не через, не заходить на страницу магазина, потому что очень многие продукты в Израиль не доставляются. Надо именно заходить на Amazon, делать фильтровку, вот, надо этот продукт, да, какой-то там The Body Shop, что-то, и набрали то, что отправляется в Израиль. Тогда вы из этого магазина увидите продукты, которые, да, отправляются в Израиль, и, по-моему, они все входят, которые отправляются, они все входят в бесплатную доставку на 50 долларов. Свечка, значит, это у нас Лолин, никогда не покупайте свечки от Лолин, моя рекомендация, ничего, кроме этого, то есть это не утверждение, это моя рекомендация, может быть, кому-то нравится. Я не чувствую их аромат совершенно, в свою очередь, аромат свечей от Sabon, которые тоже решили, что они такой офигенный бутик, и можно ломить какие угодно цены, я чувствую, они хотя бы стоят того, чтобы за них платить, потому что вы чувствуете их присутствие в вашей комнате. Тащить свечи от этого, как они назывались, американская эта фирма, которая, все, конечно, они великолепны, тащить их откуда-то из Дьютифри или за границей заказывать. Я не настолько люблю свечи, чтобы сходить с ума, если мне уже надо, я куплю себе парочку, вот у меня еще есть из старого запаса, из Sabon, они неплохо пахнут, то есть они, разные у них есть ароматы, и они неплохо расходятся по квартире, по комнате, и реальное присутствие ощущается, поэтому хотя бы есть смысл. К слову, Sabon, которые решили, что они офигенный бутик, и теперь у них на все полные цены, они просто теперь не делают скидок никому, я зашла купить у них ароматизатор для текстиля, для ковров, вот это вот всякое, потому что я люблю после пылесоса пройтись ароматизатором. И мне надавали, знаете, мне дали 4 вот такие вот пакетика с одним ароматизатором, я не знаю сколько, типа 80 шекелей стоит, 15 мл лосьон для тела, разные, значит, мне дали 4 по 15 мл, 4 по 15 мл, это уже почти 50, сколько это, 50, 60 мл лосьона вот этого Body Lotion бесплатно. Видимо, настолько раздулось эго, что они бутик, теперь они раздают пробники в большом количестве просто за покупку какой-то маленькой вещь. Не знаю, почему так, но почему просто не сделать более, не стать более приятным. Ой, Миш, что-то попала какая-то пыль в нос? Я начну сейчас чихать, и это нехорошо. Дальше я тут покупала кое-что у Амика, до того, как еще постригла волосы, пыталась как-то, знаете, найти какой-то баланс, чтобы как-то это, ну, чтобы как-то что-то закрутить, прикрутить, что-то сделать, чтобы мне было поприятнее в надежде, что они отрастут еще по длине, перед тем, как мой цвет уже, чтобы мой цвет отрос по длине, перед тем, как я их отрежу. Но я понимаю, что я просто не могу это все наблюдать, и да, лучше я буду так отращивать. Я еще не уверена даже, что я буду отращивать какую-то длину. Посмотрим, я не знаю, я пока очень довольна и кайфую от этой стрижки, а там, да, время покажет, я просто реально супер довольна и рада, что я не стала мучиться годами в ожидании, когда мой цвет дорастет там 20 сантиметров, а потом я обстерегусь, я от этого избавилась, мне это перестало разноцветие раздражать, и замечательно, я очень рада, что я отрастила свой цвет. Короче, дали в подарок какую-то маску для волос, которая мне нафиг не нужна, потому что с этой длиной волос и качеством, которые, да, не важно же качество, здесь некуда мазать ни маски, ни кондиционеры, потому что они наносятся на длину, а не на корни, и мне это не надо, и я думаю, это никому не надо, потому что, я не знаю, я особо не верю в какие-то маски. Что у нас здесь? Дайте посмотрим. Это обычно просто у этих всех. Это маска вообще или шампунь, что это? А, это здесь, это Color Lock шампунь и Color Lock кондиционер, то есть удерживающий краску, вот чтобы удерживающий краску, шампунь и кондиционер, у меня нечего удерживать. До свидания, и в маски я не очень верю, потому что маски, которые работают, они с большим количеством силиконов. Маски, которые с большим количеством силиконов, они наслаивают эти силиконы на ваши волосы, тем более, если вы моете голову потом еще каким-то шампунем типа Пантен или что-то такое, которые тоже с силиконами. Получается, волосы ваши еще больше и ссыхают, и конец вашим волосам. Поэтому, да, это все очень спорный вопрос. А маски, которые без силиконов, они ни хрена не работают, может какие-то масла, опять же, в маслах вот этих всех Амика, эти Мараконойлы, вот это все там, это все какие-то силиконы, которые потом надо отмывать шампунем без силиконов. Или туда, или сюда. Если хотите пользоваться чем-то силиконовым, пользуйтесь шампунем без силикона, который просто будет позволять вашим волосам как-то не иметь многолетние билдов, как-то наслоения. Ну, понимаете, да, на, 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 все поняли. Этих вот силиконов, которые, ну, представьте, силиконовым шампунем смывать силиконовое что-то, то, что у вас было масло или кондиционер, или маска, которую вы, даже если вы ее смыли, она же волосы делать гладким, приятным, это то, что осталось. Вот, и это и сушивает волосы, кстати, то же самое всем ополаскивать теле с цветом. То, что люди рассказывают, что вот есть какой-то там волшебный ополаскиватель для волос, который дает цвет, тонер, вот это все, и вот эти волшебные вещи, после него волосы мягкие, шикарные. Вы знаете, я, когда, мне было 16 лет, я училась полтора года на парикмахерах. Было такое в моем опыте жизненном, мне совершенно профессия не подошла, и я не продолжила, потому что мне это было, мне это было интересно, но работать мне было совершенно бессмысленно, я не люблю этим заниматься, и я пошла совершенно в другом направлении потом, но, честно вам скажу, я не считаю, что это было лишнее в моей жизни, это очень важная информация. Так вот, с тех пор, я думаю, особо ничего не изменилось. Есть два типа, как вы можете получить цвет волос. Я не думаю, что есть какой-то волшебный третий, его просто, наверное, не существует. Либо краска, которая входит внутрь вашего волоса, обесцвечивает ваш натуральный пигмент и перекрашивает его в цвет, который заявлен, или примерно, по крайней мере, да, это вот эти все краски с аммиаком, либо, может быть, есть какие-то краски, где не аммиак выполняет эту функцию, что краска заходит внутрь волос, открываются чешуйки волос, и краска заходит внутрь и работает. Это, я уж не знаю, меня этот процесс не интересует, что там сейчас используют вместо аммиака. Либо есть еще один способ, как хна. Это то, что красит волос поверху. Сказать, что есть какой-то волшебный способ, который может покрыть наш волос сверху, чем-то при этом не сделать покрытие это сверху пленкой, как силикон, или как хна, или как что-то еще, и не сушить волос изнутри, я не думаю, что что-то такое за 20 лет, что я не интересовалась. То есть я не интересовалась, но я не работала профессионально в этом, изменилась. Я думаю, все осталось тоже, но нет волшебного пути покрасить волос либо изнутри, либо снаружи. Нельзя нанести краску, не нанося краску, понимаете? Либо она внутри, либо она покрывает волосы снаружи. Хна уничтожает волосы. Любой тонер, который вам делает хороший, красивый цвет, он делает то же самое, что хна, то же самое, что силикон, он наслаивается на волосе, сушает волос. Посмотрите любое видео про окраску хной, кто делает это годами. В первую очередь об этом люди говорят, что главная проблема, что волосы превращаются в сухую солому по этой причине. Также все эти тонеры, они дают эффект, типа как, значит, силиконовое покрытие. Первое время это замечательно. Мягко волосы, классные, мягкие, пушистые, красивые, сияют, переливаются на солнце. Дайте этому полгода, они превратятся в сухую солому. И я не знаю, как эти тонеры, они смываются, не смываются. Хна очень часто еще и не смывается, и невозможно это никак с волос содрать. И вред намного больше, чем если краситься перманентной краской. Вот такие вот интересные новости. И, честно вам скажу, я не думаю, что изобрели новый способ покраски стены. Нельзя покрасить стену, не покрыв ее краской. Если ты ее не покрыл слоем краски, стена не будет покрашена. Она, как бы, будет, да, не крашеной. Вот, далее, я говоря о силиконах. А что здесь, почему здесь еще не пустой? Почему он лежит здесь? Очень интересно, почему он лежит здесь. Я сейчас этим не пользуюсь, пользуюсь им Мерис. Это трезиме. Кондиционер, что здесь написано у нас. Типа с кокосовым маслом, с алоэ. Все это фигня, главное, что он без силиконов, приятно пахнет. И очень хорошо выполняет свою функцию кондиционера. Да, шампунь открывает волос, вычищает грязь. Кондиционер его, как бы, обладает другой средой и помогает волосу опять закрыться. Да, здесь еще есть, я, по-моему, куда-то переливала. И вот, ладно. Дальше моя любимая Мюстелла гели для мытья тела и волос для детей. Сейчас там нарисован какой-то авокадо, типа с маслом авокадо. Авокадо, как было здесь в составе, так и есть, ничего не изменилось, кроме картинки и то, что написали, что оно с авокадо. К слову, все мои любимые продукты, всегда список есть весь внизу со ссылками. Вот этим я смываю макияж в душ. Очень хорошо работает, очень довольна, у меня великолепно. Еще один лосьон для тела от Sabon. Мне нравятся их все ароматы, большая часть. Очень редко, как это мне что-то не нравится. Это у нас Essence, вот это вот сиреневый, вот этот тушь. Я ее использую на верхние ресницы. Сейчас не она у меня, сейчас у меня моя любимая от MAC. Тоже есть это все в списке, вот она от MAC. Она не отпечатывается внизу и для меня достаточно она сверху и снизу. Если я хочу более драматичного, я использую эту. Она стоит 2 копейки и да. Дальше выбрасываю Bobby Brown Sunrise Glow Highlighting Powder. Розовенькая она такая, она затерлась. У меня есть еще одна, я ее тоже очень люблю, я ее люблю. Это я тоже любила, но она затерлась и перестала набираться на что-либо. У меня здесь есть еще один, называется, что это у нас такое? Pink Glow. Я не знаю, почему оно называется Pink Glow, когда Pink это скорее это, чем это. Но вот этот, я его использую уже давным-давно. Он не затирается, он прекрасно выглядит. Сегодня у меня нету хайлайтера никакого. А этот, я не знаю, что пошло не так. Sunrise Glow, он затерся и просто нельзя его использовать. Поэтому он идет в мусор. Для всякого сожалению, что поделать? То, что есть. Это что у нас? Что это? Скраб. Заводишься, что-то там себе где-то скрабировала. Я не знаю, я не пользуюсь скрабами нигде. Кико, это называется, правильно, марка? Да, Кико, Италия. Кико, Baked Powder. Запеченная пудра от Кико. Очень хорошая, напоминает мне пупу. Тоже запеченную пудру. У меня оттенок 01, самая светлая. Мне подходит. Большинству нормальных людей, скорее всего, нет. Потому что я очень светлая. Рекомендую, если вы любите хорошую запеченную пудру с хорошим покрытием, которая будет хорошо впитывать жид. Она и вот эта вот запеченная пудра от Пупа. У меня здесь какой-то, по-моему, 4-й, 0-й, 4-й номер. Потому что у них странное там это. Дальше Essence Bold 24 Volume что-то там. Тушь не рекомендую. У нее вот эта вот кисточка такая. Какая-то, знаете, она никакая. Вот если хотите нормальную, вот это та. Это, ну, я что-то попробовала, даже не знаю что. Попробовала, знаете, новенькая вышла, давайте попробуем. Я недавно так себя остановила от туши новой в MAC. Говорю, нет, не надо. У меня есть любимая. Зачем тянуть все подряд домой? Вот эта дурацкая привычка, когда у тебя есть любимый продукт, а я попробую что-то другое. А что бы не выкинуть 150 шекелей, вместо того, чтобы купить любимый продукт? Что бы не выкинуть их на какое-то непонятно что? А вдруг оно будет феноменально лучше? Не понимаю, зачем. Что это у нас? Какая-то была новая паста против пятен от кофе и чая. Что это вообще? Какой-то марки. White. Что это? Что это за марка? Кто-то не может объяснить. Что это? Очень интересно. Я даже не знаю, что это за марка. White Glow. Сделано в Польше. Безумных денег стоило. Вроде ничего. Работало хорошо. The Body Shop Strawberry гель для душа. Очень хороший. Люблю их ароматы. Далее, опять же. Тоже это shower cream какой-то. Типа, крем для душа. Что-то они придумывают. Это шампунь. Тоже очень хороший. Шампунь их вообще очень крутой. Он как-то, знаете, как будто... В рейтинге-то ничего такого. И я не знаю, это даже хорошо или нехорошо. Потому что ты им помыл, а волосы какие-то уже такие скользкие, гладкие, хорошо расчесываются. Вот я думаю, то ли он плохо моет за счет того, что он сразу их как-то... То ли что. Не знаю. Мама закончила вот эту штуку Advanced Night Repair от Estee Lauder. Ну да. Любимая мамина сыворотка. Идет мусор. Я перестала пользоваться сывороткой. Мне кажется, это для жирной кожи это, на мой взгляд, бессмысленный шаг. Потому что... Потому что так я думаю. Далее, дамы и господа. Essence. Мой любимый гелевый топ. Топ для ногтей. Сейчас у меня лака нет. Топ коут. Как он называется? Что-то там. Что-то там. Гелевый финиш. Вот такой вот из этой серии. Крученый. Белая бутылочка. Супер крутой. Он и делает очень красивое покрытие. И в то же время продлевает жизнь маникюру. И выравнивает все, что у вас было. Какие-то погрешности или что-то. Лучший из лучших закончился. У меня уже есть такой новый, который я сейчас использую. Супер рекомендую. Вот именно. Лайки такие. Не рекомендую. Этот рекомендую. Все, дамы и господа. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, вам что-то где-то было, что-то полезное, интересное. Заглядьте ко мне в инстаграм. Ксения, тебе в инстаграм. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok